Здравствуйте! Сегодня мы собрались поговорить о том, что скоро, вообще говоря, в образовании, похоже, по-новому будут учить тому, как устроена земля, как устроен земной шар. У нас в гостях доктор физмат-наук, физик и ядерщик из Института ядерных исследований Академии наук, Безруков Леонид Борисович. И вот он собрался мне рассказать о своих исследованиях, исследованиях тепла Земли. Внутреннего. Внутреннего тепла Земли. Вообще, я вот всем детям объясняю, что источником тепла Земли внутри является радиоактивный распад, значит, тяжелых металлов, уран, тори и калий. Так оно. Правильно. Калий содержит радиоактивный изотоп калий-40. Да. Его в калии не так много, 10-4 это, значит, доля. Но, тем не менее, на крупную партию бананов счетчики у таможенников реагируют. Да. Диогенное тепло — это, значит, распад урана и его дочерних элементов, тори и его дочерних элементов, и калий-40 в Земле. Ну, насколько я понимаю, у тех, кто придумывает, составляет, разрабатывает модель Земли, у них, значит, есть такой взгляд, что Земля образовалась вот из строительного материала, они так называют, а я называю мусором всяким, хламом из метеоритов, да? Да. А в метеоритах я что-то вот не знаю, чтобы там уран-то много было историем. Калий-то там есть? Мало. Мало. Да, это правильно вы говорите, что вот стартовая идея современной модели Земли, вот человечество должно же иметь какую-то гипотезу, из чего Земля состоит. Так. И вот было принято, что Земля состоит из вещества метеоритов, то есть надо собрать метеориты, посмотреть, из каких элементов они состоят, и распространить это на Землю. Так и было сделано. То есть то, что вы видите, вот эти таблички в энциклопедиях, из чего состоит Земля, это на самом деле состав метеоритов, которые упали на Землю. А он соответствует составу земной коры? Нет. 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 Вот в этом-то уже следующий ход, не соответствует. Ну, видимо, тяжелые металлы ушли вниз, утонули, утонули в манте и потом в ядро ушли. Нет. Так говорят о железе. То есть в метеоритах оказалось довольно много железа, и стандартное представление такое, что ядро Земли железное. Потому что, как вы правильно говорите, оно было в расплавленном состоянии, да еще сейчас внешнее ядро жидкое. Что, кстати, подтверждается и магнитными всякими вот наблюдениями, да, и сейсмическими, что ядро железное, железное. Нет. Это сложно сказать. Ну, магнитное поле-то возникает? Нет, нет. Нет, нет. Магнитное поле, значит, мы знаем, что оно есть, видим, что оно существует, что оно даже меняется, переплюсовывается у Земли, движется. Но, значит, а дальше некая теория. Ну да. Значит, некая теория. Некая теория. Вот, а строение Земли мы знаем по сейсмическим данным. Тут уже точно известно, значит, мы видим, что есть различные сферы, ядро. Причем ядро двухслойное, говорят. Да, двухслойное, да. И там точно известно, что верхнее ядро жидкое, потому что в жидкости колебания акустические распространяются только одного типа. Продольные. Да, в твердом веществе у вас вещество может колебаться так. И поперечные, да. И поперечные, то есть они, из того, что твердое оно. А жидкость нет, колеблется только в одном направлении. Только же в одном направлении. И поэтому это точно, значит, известно точно размеры этих сфер, известно, что оно жидкое. Ну и есть некая догадка о плотности, если вы привнесете из чего сделано. Вот если вы добавите идею, из чего сделано, тогда вы можете вычислить плотность. А если вы не знаете, из чего сделано, тогда и вопрос о плотности тоже порезает. Не, ну по гравитационным-то измерениям это можно определить? Нет. Ну как, вот мы тут притягиваемся. Масса Земли-то эти факты известны. Да, но вы можете немножко увеличить в мантии, то есть чуть-чуть уменьшить в мантии. Да, как распределена, да. И сильно увеличить в ядре, например. В сферической симметрии существует, поэтому не помешает. И удовлетворить гравитационным измерениям. Ну ладно, но тепловые, мы о тепле говорим. Да, мы будем говорить о тепле сегодня. Обручево, нашего выдающегося геолога, был такой роман «Тепловая шахта», чтобы электростанция работала, геотермальная энергия, да? Да, это тоже используется. И зная, значит, коэффициент теплопроводности, а там, значит, вот он просверлили шахту, материал-то известен, коэффициент теплопроводности-то в таблице можно найти или определить. Соответственно, можно определить поток тепла, зная градиент температуры, поток тепла определяется, да? Да, значит, такие измерения проводятся. Сверлятся скважины довольно глубокие, ну глубина там должна быть несколько сот метров для того, чтобы уйти уверенно от температуры колебаний на поверхности Земли, от Солнца и времен года, да. И там действительно обнаруживается то, что чем глубже, тем температура больше. И вы правильно говорите, что берут там несколько термометров, на разном расстоянии их ставят, измеряют температуру и вычисляют, сколько тепла идет изнутри. И сколько же получается? Какая мощность Земли как нагревателя? Значит, вот если усреднить все измерения и из наокеана, и из на континентах, и таких измерений тысячи, наверное, очень долго делаются во всех странах, вот такая работа по усреднению проведена, и получена цифра 47 тераватт. Тераватт — это 10-12. 10-12. 47 триллионов ватт. Вот такая мощность Земли как нагревателя. По этим данным получается, да? Да, да. И эта цифра, как ни странно, оказывается больше, чем оценивается из стандартной модели. Из стандартной модели оценивается порядка 20 тераватт, потому что известна концентрация урана, тория и калия в Земле. В метеоритах. Да, можно распространить это на массу Земли, на Землю. Ну да, процентный состав. Сколько в каждом расплате энергии известно точно, вот перемножить и получить некую оценку. Вот, значит, существует некая такая задачка, что экспериментально люди видят больше, чем ожидается. Но существуют также и еще некие, значит, проблемы. Ну, например, вот я узнал, что нагревается океан. Нагревается океан на Земле. В смысле глобальное потепление? Значит, экспериментально это померено. Существует такой эксперимент, он называется аббревиатура эксперимента АРГО. Это вот эксперимент, много стран участвуют, много судов участвуют. Проводится он уже, значит, не первые десятки лет, наверное. И очень интересно, они измеряют по всему океану на Земле температуру воды в океане глубиной до двух километров. Ну, вот те люди, которые, значит, измеряют и осмысливают измерения, да, то, естественно, конечно, считать, что, вот стандартной моделью, что это идет от Солнца. От Солнца и что, скажем, увеличивается парниковый эффект на Земле и существует нагрев океана. То есть он сверху прогревается, да? Ну, сверху, да. И вот тут, скорее всего, вы исследовали некая проблема, как организовать его, значит, прогрев до двух километров с такой скоростью вот этой всей массы. И поэтому вот это измерение, это некое удивление для исследователей, почему вот океан нагревается. И сильно нагревается? Нет. Сколько мощность надо добавить? 300 тераватт. То есть на порядок больше, чем вот до этого. Да, больше, чем... 47, да, было? Да, было 47 тераватт. Значит, из оценок, исходя из состава, значит, метеоритов, это 20 тераватт. Ну, вот, исходя из вот этих термических измерений 47, ну, в принципе, ошиблись всего два раза. Это не так уж и много. Так, если... Ну, все равно. Тут уже сильно. Вот это вызывает удивление и как бы вопрос здесь по ВИС. Значит, какие еще экспериментальные данные можно привлечь, чтобы вот разобраться, как те же правды? Вот интересно, что можно привлечь и экспериментальные данные о потоке тепла в Луне. В Луне. Потому что есть такое представление, что Луна сделана из такого же материала, как Земля. То есть там концентрация урана, тория и калия такая же, как Земля. То есть у нее тоже есть в центре нагреватель? Да, значит, тоже есть радиогенные, значит, радиоактивный распад, есть радиогенное тепло. Она тоже должна нагреваться изнутри. И как ни странно, значит, в Луне нет атмосферы, поэтому в какой-то степени измерения там получаются более простые, чем... И можно делать это дистанционно, кстати. Да. Это как вот есть оптический пирометр, по-простецки. Вот смотрят на разогретые предметы. Ну, да, и по спектру излучения, как абсолютно черное тело. Так и делаю. На Луне есть три, я бы сказал, эксперимента, таких очень сложных. Ну, естественно. Значит, первый эксперимент это из миссии Аполлона. Аполлон 15-й и 17-й. Туда, значит, прилетел космонавт, просверлил в поверхности некую... Скважину. Скважину. И опустили туда, видимо, эти термометры. Термометры, да. Небольшой глубины там все, порядка двух метров сверлили. Ну, сверху у них стоит радиопередатчик, поэтому, когда космонавты улетели, эта штука работала уже в течение, там, года или больше, передавала на Землю данные. Поэтому измерения очень интересные. Но вот оказалось, если пересчитать на Землю, значит, простейшим образом... То есть, пересчитать этот поток, если одинаковый состав, да? Да, значит, это надо то, что они, значит, получили на квадратный метр умножить на поверхность Луны, потом разделить это на массу Луны и умножить на массу Земли. Да, вот пересчитать к Земле, да. Что бы мы ожидали на Земле, то получается 60 тераватт. Теперь есть еще измерения. Наши российские измерения, они были сделаны учеными из ФИАНа. Они измеряли радиотелескопом радиоизлучение Луны. Это давно еще было? Это было еще в прошлом веке. В 20-м веке. Не помню, да, в 20-м веке это было сделано, да еще до полетов... Американцев на Луну. Да, еще до полетов это было сделано. И, значит, они измеряют энергию, которая излучает в радиоволну Луна на диапазоне длин 10 сантиметров и на диапазоне длин 20 сантиметров. Вот две цифры, скажем, имеются, сколько Луна излучает. И дальше они обмысливали эти цифры, исходя из представления, что Луна покрыта веществом типа реголит. То есть это изолятор, не металл. Значит, радиоволна излучается теплом. Вот как вы на костер смотрите, он вам изучает, значит, и красный свет. Это тоже есть... Абсолютно черное тело, на самом деле, костер. Да. Потому что пламя, оно ведь не прозрачное. Да. Оно же плазма. Ну, конечно. Не пропускает свет. А вот эта вот Луна прозрачная для радиоволны немножко. Да, поэтому вот этого, правильно вы говорите, поэтому радиоволна может идти и выходить с глубины метра, несколько метров. Это порядка, наверное, десятка длин волн, да? Да, да. Вот если теоретически этот вопрос рассмотреть, то оказывается, что эффективная глубина выхода радиоволны из тела такого... Такого характера тела, как Луна. Такого характера толстого тела, естественно. Вот для радиоволны с длиной 10 сантиметров, эффективная глубина метр, с радиоволной 20 сантиметров, эффективная глубина 2 метра. Ну, значит, 10 длин волн. Да. 10 длин волн. Поэтому, значит, смотря на вот эти экспериментальные данные, вы как бы знаете температуру на Луне на метре и на двух метрах. То есть можно опять градиент тепла, знаю, там теплоперенос в реголите, реголите сюда понавезли кучу, кстати, и советские станции привезли. Они еще его тогда не привезли, и они померили отдельно, и у них получилась удивительная цифра. Если пересчитать опять к Земле, потому что мы говорим в одних цифрах, чтобы не произносить цифры разные, непонятные, то получилась очень большая цифра, значит, порядка 170 тераватт. Чем дальше, тем хуже. Да, тем больше. Теперь пойдем еще к одной возможности, значит, оценить это радиогенное тепло Земли. Это вот сейчас до сих пор, наверное, летает этот спутник. Как его? Лунар-арбитр. Правильно. В 2009 он запущен, в 2011 еще летал. Он долго очень существовал. Долго-долго летал. Но сейчас, наверное, уже не летает. Он понаснимал все очень много раз. И он одновременно исследовал температуру, как вы упоминали, методом дистанционного температуры энергоинфракрасного излучения. Очень детально измерил. И оказалось, что на Луне есть участки поверхности, на которых Солнце никогда не попадает. Никогда не выпадает. Типа дно глубоких кратеров и где-то по полярной области. И известна температура поверхности. Соответственно, можно рассуждать следующим образом. Что эта температура как раз и дана в основном радиогенным теплом. Ну, конечно, можно приговаривать, что все-таки какое-то тепло от Солнца... Горизонтальный теплоперенос. Да, из других областей. Ну, все-таки у них там атмосферы нет, там все-таки слабее, чем у нас. Да, но так тоже можно обсуждать. Поэтому такая оценка была бы как бы оценку сверху. И вот если использовать эти измерения, то и опять пересчитать на Землю, то оказывается кастрофическая цифра больше 400 тераватт. Ну, это, наверное, все-таки горизонтальный перенос какой-то существует. Ну, хорошо. Значит, я не спорю. Все лунные измерения оказываются очень большими. Вот я напоминаю, 60 или даже больше тераватт Аполлон. В пересчете на Землю 170 фиановцы. И вот такая оценка сверху 400 тераватт. Значит, эти цифры перекликаются с какой-то степенью, с той большой цифрой, которую мы озвучили, рассматривая нагрева океана. Океан на... Ну, она все-таки меньше была эта цифра. 300 тераватт. А, 300. 300 тераватт. Она как раз между фиановцами и вот этой верхней оценкой. Ну, вот, простите, вот эта цифра про 300 тераватт, согласен, с Луной хорошо прям согласуется, замечательно. Но ведь есть же вот эти геотермические измерения, как геотермальные, да? Да, правильно. Геотермические. А откуда, как еще тепло-то может снизу прийти? Да, вот это, значит, основная проблема, которая держивает исследователей в идее, что изнутри Земли может идти тепла больше. Но оказалось, что можно указать иные механизмы переноса тепла, чем теплопроводность. Это как же? Вот, потому что вот эти измерения, декордиент температур, умноженные на коэффициент теплопроводности и на расстояние между термометрами, это обмысливается только в модели теплопередачи. Теплоперенос за счет теплопередачи, да. Тепло передается методом теплопроводности. Вот, значит, если указать другие механизмы, то, соответственно, это измерение окажется нижней оценкой. А какие другие механизмы? Передача какой энергии может быть? Ну, электрическая исключено, а химическая энергия? Вот, химическая, да. Химическая, значит, вот, например, для океана такую вещь конкретно можно указать. Вот сейчас я вам это приведу, такой пример. Значит, внутри Земли создаются различные газы. И мы это знаем, потому что Земля, экспериментально это известно, газит всеми газами. То есть, Земля выделяет углекислый газ, воду выделяет. Безусловно. Метан выделяет. И еще какой-то широкий спектр в локонических газах. Да, 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 сероводород выделяет. Правильно, правильно, правильно. Соответственно, все водородные газы выделяются, и среди водородных газов есть силан. Это... Си-Аш-4. Да, Си-Аш-4. Аналог метана, но... Аналог металла, но с кремнием. Но с кремнием, абсолютно верно. Давно с ним известно человечество. Да. Он образуется при переработке угля на кокс, вот этот коксовый газ, его как светильный раньше использовали, и хотели использовать двигатель внутреннего сгорания. Не вышло, силан сгорает, образуется Си-О-2 тонненько, и двигатель портится. Вот этот силан, значит, есть пример, что он рождается глубоко, значит, в коре, может, даже и глубже, и дальше, как газ, он поднимается вверх, особенно в связи с тем, что там, значит, горячо, он стабилен до 400 градусов, этот Си-Лан. Можно прикинуть, на какой глубине он образуется, да? Да. Имея в виду, так, рост температуры. Там еще есть вот что. Это при нормальном давлении. Если давление увеличивается, он может даже и, наверное, держать большие температуры. Да, да, да. Я немножко тут не силен. Да, да, да. На самом деле... Химическое равновесие, там все такой принцип лишит Илье, всякие такие заклинания надо произносить. Это вот дальше он, как газ, поднимается вверх, и где-то он встречает воду. С водой, значит, у него такая вещь. Он слабо растворим в чистой воде. И может долго существовать в чистой воде, с водой не реагируя. Но если вода нормальная, то есть содержит какие-то другие элементы... Как морская. Да, как действующий, как катализатор, то он, значит, разрушается. Что значит разрушается? Значит, окисляется. Ну, да, значит, он окисляется. И секрет вот в чем. Когда он образуется, тепло поглощается, а когда он разрушается, то тепло выделяется. Тепло выделяется, да. Да, то есть вот он, проходя, значит, большую толщу, как бы переносит тепло, и этот метод уже не теплопроводность. То есть он как раз, например, когда вы в океане измеряете на дне, ставите два термометра, вот как раз Селан может... Он проскакивает просто... Да, он может взять тепло под... Он взял тепло там глубоко, где образовался. Да. И вот оттуда вот вытащил уже как запасённую химическую энергию, а тут он, значит, окисляется. И отдал в океан. И выделяет даже больше энергии, чем, там, возможно, запас. Потому что он окисляется до СО2, ведь, да? Вот я указал механизм, который, значит, примеряет вот эти два эксперимента. Вот 47 тераватт теплопроводность и 300 тераватт нагрева океана. Численно, конечно, эта модель не разработана, но качественно можно назвать такие механизмы. Можно ещё назвать несколько механизмов, которые, я просто скажу, что ещё можно назвать, но из-за недостатка времени, я думаю, сейчас не будем лучить. А вот всё-таки вы ведь физик-ядерщик, и ваш институт, он у нас, так сказать, ведущий институт в России, который занимается изучением... Ну, один из ведущих. Один из ведущих. Хорошо, один из ведущих. Ну, как вот с нейтрино, который из Земли идут? Ведь там калий-40, это, по-моему, бета-распад претерпевает ведь, да? Или он альфа-изодов? Да, значит, ситуация такая, что есть модель, которая предсказывает, альтернативная модель, вот стандартная, она предсказывает уже большое количество калия в Земле, ну, соответственно, и калия-40, поэтому, значит, большое количество радиогенного тепла, она предсказывает как раз вот похожие цифры сотни тераватт. Это тоже интересно. А раз так, следовательно, тут же вы правы, абсолютно возникает вопрос, а не можем ли мы видеть поток нейтрино, который рождается в каждом распаде калия? Вот калий, значит, распался, он дал тепло, и так же нейтрино полетел. Значит, существует, значит, такой поток нейтрино, который летит из Земли, и нельзя ли его зарегистрировать? Да, такие, значит, детекторы, регистрирующие нейтрино, построенные на Земле, и вот эти нейтрино, которые летят из Земли, называются геонейтрино. Да, да. Ну, геонейтрино, да. Да, 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 из Земли. Да. Вот нейтрино от урана и тория зарегистрированы. В нужном количестве? Там есть некая тоже проблема. Проблема такая, что зарегистрировали немножко больше, чем в стандартной модели. Ага. Да. И пришлось допустить, что уранторий есть в мантии, чего стандартная модель как бы считает нежелательным. Да, побольше зарегистрировали. А, но теперь вот о калии, потому что вот есть такая догадка, что вот это тепло в 300 тераватт дается в основном калием. Потому что урана тория немножко должно быть больше, чем в стандартной модели. А калием много больше. Так вот, этот анализ, он, если бы калия было совсем много, то вот эти детекторы его тоже почувствовали бы. Но современное состояние такое, что... Не чувствуют. Ну, так если это от калия, то такое количество калия он тоже не зарегистрировал? Да, вот... Все равно слишком слаб ваш метод регистрации. Да, но... Недостаточно чувствительный. Но уже близко к тому, чтобы увидеть. То есть скоро уже доберетесь. Но пока это не противоречит нашим экспериментальным данным. Спасибо нашей публике за внимание. Вот готовьтесь к тому, что скоро и в школах будут по-другому рассказывать про то, как земля устроена, из чего состоит. И в вузах. Революция в образовании будет скоро. Всех благ вам. Пока.